МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Рауль Хаджимба на встрече с жителями села Яштуха Сухумского района сообщил, что в самое ближайшее время проблемы с водоснабжением в селе будут решены. На финансирование разводящих сетей из российской инвестиционной программы будет выделено около 23 миллионов рублей. Встреча с президентом прошла по инициативе актива села. Жители села Яштуха много лет мучаются без воды. В селе, расположенном в двух километрах от Сухума, проживают более двух тысяч человек. Питьевую воду они покупают или возят из колодцев. Для хозяйственных нужд собирают дождевую воду. Сельчане в отчаянии. На протяжении многих лет они обращались к руководству района и страны с просьбой провести в их дома воду. Денег хватило лишь на ремонт насосной станции и восстановление водного резервуара. Это был первый и главный вопрос, который подняли жители села на встрече с главой государства. Мы 30 лет здесь воды не имеем. Трое повинялись, все обещали. Ну вода вот два месяца будет, через три месяца будет. За это я сейчас спросил, два месяца тоже или два года будем ждать. Сельчанам надоело экономить каждую каплю воды. Мириться с этим положением они не намерены. На отсутствие воды жаловался и настоятель Преображенского храма. Ведь даже чтобы крестить прихожан, приходится самостоятельно привозить воду. Пять лет я здесь настоятель. И до меня я крестильную новую построил. Воду таскаю, наливаю и людей крещу. Порой бывает, что мы стек с крыши тоже туда пускаем, люди спрашивают, что за грязная вода. Это стыдно. Надо в конце до конца холодную воду нам подать. Простите меня, но помогите. Президент Рауль Хаджимба сообщил сельчанам, что проблема с водоснабжением села Яштуха будет решена в самое ближайшее время. И это не простые обещания. На эти цели из российской инвестпрограммы будет выделено около 23 миллионов рублей. Что касается и дорог, и воды. Все эти годы, это не только здесь у вас, а у многих сел нет этой той же воды, нет той же дороги. Но в одночасье все взять и сделать одним махом практически это невозможно. Нам надо благодарить еще и Россию за то, что она нам дает эти деньги. Я словно ветер не собираюсь бросать. Вот те деньги, которые выделены, они придут. И в течение тех месяцев, которые определены строителями, эта вода будет. Представитель управления капитального строительства добавил, что вся проектно-сметная документация прошла экспертизу. Работы должны начаться в конце июня и завершиться в течение двух месяцев. Будет доведена до практически конца района, это вот источник, где внизу водоснабжение, будут сделаны колодцы придомовые, где-то на 3-4 дома по одному колодцу будут сделаны отводы. Общая протяженность порядка 14 километров. Соответственно, жители уже от этих колодцев себе могут подключиться к этой воде. Жители села жаловались не только на проблему с водоснабжением, но и на разбитые дороги, безработицу, отсутствие спортивных площадок и медпункта. Устаревшие электрические столбы по поручению президента будут заменены. Все остальные проблемы в селе будут решаться по мере возможности. Елена Лола, Альдар Дамиров, Абхазское телевидение. За активную общественно-политическую деятельность вклад в развитие парламентаризма в Абхазии указом главы государства Ахрабжане награжден орденом Ахтапша третьей степени. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби обратился с письмом к президенту Международной федерации футбола Джани Инфантино, в котором просит рассмотреть возможность принять федерацию футбола Абхазии в состав FIFA. По итогам успешного проведения на территории Абхазии чемпионата мира по футболу по версии конфедерации независимых футбольных ассоциаций, Федерация футбола Абхазии имеет честь обратиться к вам с просьбой рассмотреть возможность принятия Федерации футбола Абхазии в состав Международной федерации футбола, говорится в письме. В стране уделяется большое внимание развитию и пропаганде футбола. В рамках государственных программ в городах и сельских населенных пунктах возведены современные стадионы, футбольные площадки, доступные как для профессионалов, так и для любителей футбола. С учетом общенародного интереса к футболу руководством республики постоянно предпринимаются меры по расширению и улучшению футбольной инфраструктуры. Республика Абхазия обладает богатым футбольным наследием и традициями. Выходцы из Абхазии не единожды участвовали в составе национальной сборной СССР в финалах чемпионатов мира и Европы по футболу, говорится в обращении премьер-министра к президенту FIFA. Премьер-министр напоминает, что абхазские футболисты внесли значительную лепту в богатую историю мирового футбола. В Гальском районе, в селах Таглан и Батайгуара, РУП Черноморэнерго проводит ремонтно-восстановительные работы высоковольтных линий и устанавливает новые столбы. Репортаж Ренат Ишакая. В селах Таглан и Батайгуара Гальского района вдоль дороги только за май месяц заменена высоковольтная линия протяженностью около 7 километров. Как рассказал директор гальского филиала Черноморэнерго Ниас Джигириная, раньше высоковольтная линия проходила через лесной массив, что доставляло массу неудобств. При обрыве на линии в лесной массив сложно было добраться, и в экстренном режиме установить неполадки практически не удавалось. От оборванных проводов под напряжением неоднократно погибал крупнорогатый скот. Приблизительно подвесили километров 25 проводов, установили около 200 опор, и проблема уже как бы исчерпана. За счет помощи района и руководства Черноморэнерго буквально вчера село Батайгуара было подключено к отдельному источнику электропитания, что позволило улучшить электроснабжение села. Будем устанавливать новый еще трансформатор, так как это село, как его не имело нормального напряжения, 150-130 вольт постоянно вылетала водовая техника, и как бы по просьбе населения мы это построили. Помимо новых столбов и высоковольтных линий, также установлены новые трансформаторы. Где село Хятсха, там еще добавляем один трансформатор, село Дихазурга, туда планируем добавить и поменять еще там линию электропередач высоковольтную. Как заверил директор филиала РУП Черноморэнерго, Ниаш Джигириная, в ближайшее время еще в трех селах будут установлены новые столбы и заменена высоковольтная линия. Рината Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Абхазские и российские спасатели завершили совместную работу в Ткварчале по демонтажу канатной дороги. Об этом репортаж пресс-службы МЧС Абхазии. Операция по демонтажу канатной дороги в Ткварчале успешно завершена. В течение трех дней совместная абхазо-российская группа проводила демонтаж воздушной трассы. Как известно, она была серьезно повреждена во время Отечественной войны 92-93 годов. Специалисты разобрали около тысячи метров подвесной дороги. Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии работы вели семеро специалистов из Московского подразделения Союза спасателей России. У нас были альпинисты, механики, инженер и другие специалисты. По словам главы спасательного ведомства Абхазии, подобный опыт для наших спасателей весьма важен, так как в дальнейшем позволят выполнять подобные работы усилиями уже местных специалистов. К работам в Ткварчале была привлечена техника Министерства обороны и госкомпании Черноморэнерго. Работа была сложной, непростой, потому что проходила сработа на высотах. Высота где-то около 50 метров. Наши ребята получили опыт необходимый для дальнейшего выполнения таких работ. Все это было под контролем президента Республики Абхазии. Конечно, в Ткварчалах местное население, глава администрации города Ткварчал, все были заинтересованы. От всех мы же получали поддержку огромную, за что огромное спасибо всем. И, конечно же, спасибо российским спасателям, которые всегда поддерживают нас. Снятые с канатной дороги вагоны по перевозке людей исчерпали свой ресурс. А вот демонтированные тросы сохранили свои свойства и будут складированы для дальнейшего использования в случае необходимости уже на других объектах. Православные верующие в Абхазии отметили праздник Вознесения Господня. Он ежегодно отмечается на 40-й день после Святой Пасхи, поэтому всегда приходится на четверг. Господь, дав ученикам обещание о скором неспослании миру Святого Духа, вывел учеников из Иерусалима на Елеонскую гору и, благословляя их, стал возноситься на небо. Во время паломничества абхазских верующих в Иерусалим им удалось побывать на этом месте. В центре храма-часовни до сих пор хранится камень с отпечатком стопы Спасителя, куда прикладываются верующие христиане. В Сухумском кафедральном соборе прошла праздничная литургия. Глава Сухума Абхазской епархии отец Виссарион поздравил всех верующих с праздником Вознесения Господня. Дорогие братья и сестры, сегодняшний день в православном учении один из таких, можно сказать, стратегических дней нашей жизни. Это Вознесение. Это есть то сошельствие Духа Святого Апостола. Идите, научитесь народу, дайте им вот то спасительное, что есть небо, Вознесение. Благотворительная общественная организация Киарас совместно с молодежной организацией «Молодая Абхазия» провела на улицах столицы акцию, нацеленную на привлечение внимания общественности на проблемы многодетных и неблагополучных семей. Добровольцы раздавали прохожим листовки с полной информацией о том, как можно оказать посильную помощь нуждающимся в ней. Мы можем внести свою лепту в улучшение условий жизни нуждающихся многодетных семей. Поддержим тех, кому трудно сделать добро проще, чем кажется. Мы добровольцы Киараса, мы участники «Молодой Абхазии». Киараса – это организация, которая помогает малоимущим семьям, многодетным семьям, а также семьям с плохими жилищными условиями. Мы сегодня раздаем эти листовки для того, чтобы люди увидели и перечислили деньги на фонд Киарас для того, чтобы помочь детям. Давайте дадим все вместе детям счастливое детство. В Сухуми прошла первая отчетная конференция благотворительной общественной организации «Киарас». Основная цель организации, учрежденной в апреле 2015 года – защита прав социально незащищенных граждан Абхазии и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Приоритетом в работе является поддержка многодетных семей, сельских жителей, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Главными темами первой отчетной конференции стали итоги годовой деятельности благотворительной общественной организации «Киарас» и представления результатов мониторинга сел Восточной Абхазии. По словам исполнительного директора фонда Кам и Гопия, на сегодняшний день в базе данных «Киарас» 212 нуждающихся семей Ачимчирского района, 30% из них – семьи ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Абхазы всегда гордились тем, что в их обществе нет бездомных, брошенных или голодающих людей. И возможно не заметить, что в системе ценностей абхазского общества многое изменилось и далеко не в лучшую сторону за послевоенные годы. К великому нашему сожалению, большая часть бедствующих граждан – это абхазы, представители немалочисленных абхазских фамилий, позабытые и родственниками, и государством, по тем или иным обстоятельствам, оказавшиеся не в состоянии обеспечить достойное будущее себе и своим детям. «Киарас» не может оказать помощь всем нуждающимся. Благотворительная организация ставит целью обозначить проблему и привлечь внимание общественности и государства к сложившейся ситуации. При офисе «Киарас» организован постоянный пункт приема и распределения одежды и предметов первой необходимости. За время работы помощью воспользовались несколько сотен человек. Семьи, живущие в особо тяжелых условиях, получают адресную помощь. Чаще всего это ремонт жилья, аварийной электропроводки, водоснабжение и создание элементарных гигиенических условий. «Киарас» оказывает и юридическую помощь, подсказывает, куда кому обращаться для получения тех или иных пособий и пенсии. Порой люди не знают своих прав. Нуждающиеся многодетные семьи не имеют возможности оплатить медицинские услуги. Понимая серьезность проблемы, «Киарас» оказывает и в этом содействие. Любая общественная организация, которая не является коммерческой структурой, не может заниматься благотворительностью, не имея спонсоров и партнеров. «Киарасу» оказывают помощь ряд организаций, среди которых официальным партнером стал оператор связи «Аквафон». «Аквафон» стал нашим официальным партнером. «Аквафон» также поддерживает нас информационно, финансирует отдельные акции и проекты. Одним словом, стоит горой за «Киарас», за что им огромная благодарность. Выступая на отчетной конференции, спонсоры выразили уверенность, что количество малоимущих может уменьшиться, так как благотворительность, оказываемая «Киарас», дойдет до адресата. «Стабильный бизнес в Абхазии, крепко стоящий на ногах, обязан быть социально ответственным. Те, кто зарабатывают сегодня большие деньги в Абхазии, обязаны быть вовлеченными в работу по поддержке малоимущих семей ветеранов». Приглашенные на отчетную конференцию гости отмечали, что будущее станет отражением отношения нашего общества к детям. А озвученные данные «Киарас» приводят к осознанию того, что проблема существует, и решать ее надо было уже вчера. Эти кадры, наверное, еще более впечатляли бы нас, если бы параллельно шли кадры наших выпускных вечеров, когда мы стали покупать нашим дочерям платье в 100 тысяч больше, за которыми ездим за границу. Наших свадебных тортов, которые стоят тоже чуть ли не по 100 тысяч рублей и так далее. Но это какой-то уже абсурд. Наши дети, они должны сосредотачиваться на таком самолюбовании. Мне кажется, какое-то более полное, более реалистичное отражение нашей сегодняшней жизни – это необходимость сегодняшнего дня. Ситуация с малоимущими семьями настолько критична, что волонтеры благотворительного фонда собираются выступить с предложением об открытии первого приюта в новейшей истории республики. Что в условиях Абхазии, где сильны родственные отношения и традиции взаимопомощи, окажется нонсенсом. Но реальность такова, что малоимущие семьи остаются одни со своими проблемами. На сегодняшний день им помогают выживать благотворительные организации, подобные Керазу. Амрамич Батимур Кугохи, Абхазское телевидение. О спорте. А сейчас об успехах абхазских боксеров. В Словенске на Кубани прошел финальный этап спартакиады школьников Краснодарского края. В нем участвовали четверо молодых боксеров из Абхазии. В весовой категории 52 килограмма. Первое место занял боксер из Сухума Лаша Акаба. А его брату Гудиси Акаба, указом Министерства физической культуры и спорта города Краснодар, присвоено звание кандидата в мастер спорта. Спортсмен из Гудаута Алмазбей Лейба занял второе место на первенстве Южного федерального округа по боксу. С 24 по 28 мая в Гагре прошел второй международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР заслуженного тренера России Абхазии Романа Черегбаев. В турнире участвовали сборные команды Абхазии, Кабардино-Балкарии и города Пензы. Упорным получился бой между боксерами Гагры Хаджаратом Кардио и Михаилом Аршба из Сухума. Со счетом 2-1 победу одержал сухумский боксер. Главной судейской коллегией их финальная встреча была признана лучшим боем турнира. Среди старшей возрастной группы наш мастер спорта Астамур Йеник встретился с финалистом универсиады мастером спорта из Пензы, где Астамур Йеник одержал уверенную победу. В завершение выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы в Абхазии ожидается переменная облачность. Мы с нами, возможно, кратковременный дождь, температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова